Всем привет! Меня зовут Лариса. И это должен был бы быть Vlogmas, но я совсем заболела. Я думала, я буду такая же успешная, как и многие блогеры. Три раза в неделю я буду выпускать Vlogmas. И что вы думаете? После третьего дня съёмки я всё, я не могу. У меня горло, нос. Слава богу, температуры нет. Но состояние такой, знаете, туман в голове, слабость. Ничего не могу сделать. Поэтому сегодня будет домашний Vlogmas. Надеюсь, он вам понравится. Подождите, подождите, не выключайте это видео. Оставайтесь со мной. Может быть, что-то вам понравится. Сегодня покажу мою домашнюю рутину. Будем наряжать ёлку, будем убираться вместе, будем готовить какую-нибудь полезную вкусняшку. Так что я думаю, это будет интересно. Сейчас я сходила в магазин, в аптеку, и хочу вам показать или рассказать, что купила. Я, конечно, не подготовила место для съёмок, так что я никогда ничего не продумываю наперёд. Так. Это у меня почта. Так, смотрите, я взяла такой бесплатный журнал. И здесь я посмотрела, есть интересные кулинарные рецепты. Что нам предлагают готовить на празднике? Ну, я не буду никаких этих пирогов, сэндвичей. Мне вот интересно, что за рулька. Так. Баклажанчики. Потом я это изучу. Если мне что-то понравится, обязательно приготовлю вместе с вами. У меня нет сил сейчас вообще готовить себе обед. Время сейчас 2 часа дня. В принципе, пора пообедать. И я купила себе обычный готовый суп, куриный с овощами. Здесь очень такая популярная тема, когда супы уже продаются в таком готовом виде. Потом просто приходите домой, разогреваете. И упаковка, всё можно перерабатывать. Свежий хлебушек. И буду, как говорится, этим лечиться. Конечно, кто-то скажет, можно и самой приготовить. Но вообще нет сил. Кто будет готовить, когда нет сил. Для лечения я себе купила мёд Манука. Я не знаю, вы пробовали этот мёд? Потому что я очень много шума слышала с этим мёдом. И я слышала даже такую историю, что в Китае очень популярен мёд Манука из Новой Зеландии. Но когда сделали подсчёт, сколько производит Новой Зеландия мёда и сколько было продано в Китае, это не одинаковое число. То есть в Китае было съедено, было куплено больше мёда Манука, чем эта Новой Зеландия вообще производит. Стоит он 14 фунтов. Очень дорого. Так. Два лимона. Сейчас будем готовить целебный чай. Для украшения, для ёлки я опять купила шоколадные монеты. Раз. Ну, это бытовая химия. Тёртый сыр. Хочу сегодня сделать, не знаю, сырный соус. Ну, не знаю, макароны, сыра. Так. Каку ли еда покупаю теперь кошке? Знаете, задумалась о природе. Покупаю ей в железных банках, что потом оно перерабатывается. Так. Для чая нам понадобится также имбирёк. Так. Ещё монеты. И в принципе всё. Жидкость для мытья пола и жидкость для стирки одежды. Покупаю, знаете, марку... Это не реклама, я покупаю Кавер. Мне, в принципе, нравится эта марка. И я надеюсь, что она действительно экологичная. И я надеюсь, что она не вредит окружающей среде. Так. И давайте покажу, что я купила в аптеке для того, чтобы привести себя в порядок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, смотрите, что я купила для того, чтобы привести себя в порядок, потому что я заболела. Я не люблю гомеопатию, никогда я не пользовалась, никогда в неё не верила. Но сейчас такая медицина, что туда не попадёшь, там ничего не назначат, кроме парапацетамола или ибупрофена. Может быть, их вместе. Да, вот ещё перед этим я купила эхиноцею. Купила я, значит, такие капельки гомеопатические. Это всё не реклама. Посмотрим, как это всё будет действовать. Как они выглядят. Мне аж самой стало интересно. Ну вот. Это типа спреем, что ли? Да, спрей. Веледы, в принципе, хорошая марка. Я надеюсь, она будет с нами работать. Вообще, чтобы дышать, я не знаю, сработают это или нет, такие сосалки. Сироп. Самые бестолковые сиропы здесь. Мне так не хватает наших вариантов. То, что продаётся в аптеке. Там амбромбена, амбраксолы, ацц. Здесь какая-то ерунда с глицерином и спиртом и какая-то трава. И витамин С. Походила, посмотрела, какие витамины С дозировки. И вообще какие-то смешные. Там 50, 60, 80. Нашла вот большую дозировку. 600 миллиграмм витамина С. Плюс ещё цинк. И надеюсь, меня... Надеюсь, мне это спасёт. Надеюсь, меня это поможет. А так, когда я в России, я покупала вот такие драже. Танзилгон, синупред. Самые прекрасные препараты. Бионорика. Вот. Я сама пью своим близким, рекомендую. Поднимают. Но здесь, вот видите, запасы. Кто бы вот из России привёз. Вот так я и лечусь. Так. На что меня хватило? Мои кулинарные способности. Значит, я поставила супчик пока разогреваться. Здесь у меня за моей аптечкой варится картошечка. Сейчас будем дышать картошкой. И на ужин приготовлю рябчиков из варёной картошки. В принципе, пока полёт идёт нормально. Музыка. 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 Вот такой вот чай у нас получился. Мёд, лимон, имбирь, горячая вода. Куркума по желанию. Мне нравится. Вот яркий такой цвет. Сейчас она будет завариваться минуток пять. И можно пить чай. Такой вот позитивный имбирно-лимонный чай для выздоровления тела и души. Я вам рекомендую попробовать это зимой. Рубрика «Готовим вместе с Ларисой». Лариса заболела, но она не отпускает возможность снять влогмаз. Сейчас я попробую приготовить закуску из курицы. Это будут куриные рулетики. Надеюсь, у нас это получится. А так это можно подавать на Новый год, на Рождество, как закуску. Так, нам понадобятся грудки. Это какие-то органические грудки. Супер малюсенькие оказались. Курага органическая. Я ее сейчас обдала кипятком, чтобы она чуть-чуть разбухла и промылась. И в рецепте девушка использовала жирные сливки, как сметана. У меня такого нет, зато у меня есть майонез. И я сюда намешала все специи, которые у меня дома есть. Все, что было, то и положила. Сейчас я попробую разрезать грудки и отбить их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В оригинальном рецепте были черносливы. И теперь мы так же вымазываем весь наш соус. И выпекать в 180 градусов минут 35-40. На гарнир у нас будут... На гарнир это рябчики. Я не знаю, есть ли у вас такое рябчики понятие. Потому что, когда я училась в медакадемию, меня научили делать рябчики из картошки. Варите в мундире. Режете пополам небольшие. И обжариваете до золотистой корочки. Весь цвет и всю красоту не передать. Жарю я на вот такое масло. Масло ги. Мне не очень нравится запах его. Но он быстро прогорает. И как бы ты, когда готовое блюдо ешь, ты это уже не чувствуешь. Не могу сказать, что это лучший производитель. Пока пробую вот мой первый ги. Потому что на других растительных, как я поняла, жарить не очень хорошо. Не очень полезно. Салат из красной капусты. Я ее, если честно, не очень люблю. Но она мне досталась в коробке с овощами. Она такая суховатая. И я использую по традиции свой любимый соус. Вот так. Несколько взбрызг. Оливковое органическое масло. Что-то в последнее время я очень подсела на органические продукты. И очень-очень задумывалась о том, что мы потребляем. Так. Вот это мое финальное блюдо. Что у нас получилось? Зажаристые рябчики. Салат из красной капусты. И куриный рулетик. Но он оказался настолько маленький. Такое блюдо у нас сегодня получилось. Приятного аппетита и лайк. Привет! Прошла неделя. Я ничего не могла ни снимать, ни монтировать. Поэтому я просто дома лежала. Отлеживалась 7 дней. Сейчас я чувствую себя превосходно. На ноги меня подняло. Ни какие-то лекарства, ни бупрофен, ни парацамол, ни витаминки. А вот реально супчик куриный. Супчик, который меня буквально на ноги поставил за эту неделю. Обычный куриный. Плюс я добавила, когда варила курицу, смесь вот таких грибов. Не все вот эти медикаменты. А вот именно супчик просто вернул меня в жизнь. Куриный бульончик творит чудеса. Я сразу вспоминаю анекдот, что, типа, когда заболела внук, бабушка такая, надо отварить тебе куриного бульона. А рядом курица на подоконнике. Тора, завари ему фирвекс. Сегодня с утра я уже сходила в магазин. Как всегда, я шла за хлебом. Но вместе с хлебом купила еще кучу продуктов. Вроде бы дома все есть, но мне надо еще гранов, еще манго. Какие у меня сейчас планы? Я сейчас иду, гуляю по городу. Вот спальные райончики, здесь ничего примечательного нет. Сейчас планирую выйти на High Street. Это высокая улица, где все кафе, магазины и всякое-всякое. Я хочу подстричься. У меня появилась идея фикс, что в Новый год я должна войти с новой стрижкой. И будем гулять. И обязательно зайдем в магазинчик, потому что мне нужно купить подарок. Секрет Санта. Так, подружкам. Что-нибудь такое символичное. И мужу. Мы с мужем договорились на сумму там 10-15 фунтов купить какой-нибудь подарок. Ну, такой в шутливой форме. И запаковать его нужно так, чтобы он не понял, что внутри. То есть это секрет Санта. Обычно это корпоративный момент, когда на работе вы дарите друг другу подарки. А тут мы решили друг другу. Елочки. Какие красивые. Живые. А какой аромат. Боже мой, как я люблю еловый аромат. Но я против елки. Живой. Я не хочу срубать ель. Ради одного дня. Смотрите, какие красивые. Какие красивые веночки. С ягодками. Боже мой. Купить бы все. Довешать некуда. Кстати, смотрите, их запаковывают. Специальную сеточку. В трешку мне не удалось попасть. Записалась только на споту. И, знаете, когда меня спросили, как меня зовут, я говорю, Лариса. Я говорю, а вы говорите по-русски? Я говорю, yes, yes, of course, yes. Я настраивала себя на английский. А вот ты приходишь, и с тебя как бы все равно переводят на русский. Я была очень удивлена. В Лондоне 300 тысяч русскоговорящего населения. Это целый город русскоговорящих людей. Я очень удивлена. Это не по Англии, это только в Лондоне. Иду искать подарок на Секрет Санту. Зашла в Charity Shop. Купила открытки. Буду всем рассылать. И, кстати, купила маленького пушистого ангела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сегодня я такой большой молодец. Я купила всем подарки. Почти всем осталось парочку людей. Открытки, немножко декора. Осталось мне только нарядить елку. И, можно сказать, я уже готова. Надо еще найти пару интересных рецептов, чтобы вкусненького приготовить на Рождество и Новый год. И, в принципе, моя миссия уже выполнена. В Секрет Санту я пошла в магазин Тайкер. Я думаю, в России тоже таких магазинов полно. И очень большой выбор, разные ерунды. Можно всегда найти какой-нибудь интересный подарок близким, друзьям, коллегам. На этой ноте я уже с вами буду прощаться. Спасибо, что смотрели этот влог до конца. Обязательно подписывайтесь, делитесь с друзьями. Не забывайте про лайки. И увидимся уже в следующем видео. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok